На студийных часах 18.00 вы смотрите новости на седьмом канале. Для вас в прямом эфире работает Галина Выговская. Добрый вечер. 11 пострадавших, в том числе ребенок. На перекрестке Кордонной и Корнюшина утром столкнулись грузовики маршрутка. От удара оба транспортных средства опрокинулись. В момент аварии в рейсовом микроавтобусе, который двигался на промрынок седьмой километр, было 20 пассажиров. Половине из них понадобилась медицинская помощь. Нескольких человек, в том числе и шестилетнего мальчика, доставили в больницу. По словам водителя грузовика, светофор на этом перекрестке не работал. Говорит, двигался согласно дорожным знаком, когда в него врезалась маршрутка. Здесь повороты, вот это все я разогнаться сильно не мог, потому что машина гружена. Она и скорость небольшая. Скорость у меня была километров 50 максимум. Тем более я перед перекрестком начал притормаживать. А он вообще, по-моему, не смотрел в мою сторону. Попередньо установлено, что в результате дорожньо-транспортной пригоды близко 10-ти осіб отримали целесные ушкоджения. Пять из этих осіб звернулись по допомогу до медичных закладов. Показана подзия квалификовано за ст. 286 Криминального кодекса Украины. Это порушение правил дорожного движения особыми, которые геруют транспортными засобами. Напомню, в прошлом году, 24 августа, на этом же перекрестке столкнулись мусоровозы и кроссовер Митсубиши. От удара машины снесли забор частного дома и светофор. Погибли два пассажира внедорожника, а двух водителей госпитализировали. По словам местных жителей, аварии на этом перекрестке случаются довольно часто. Пешеходных переходов нет. Гоняют за сискоростью. Это живой район. В прошлом году мы где-то там два мальчика погибло и мусоровоз. Хотя работал светофор. Сложный перекресток. Бытовая ссора пожилых супругов закончилась трагедией. Правоохранители задержали 60-летнего одессита, подозреваемого в убийстве своей 50-летней жены. Об этом сообщают в управлении полиции. Следствие выяснило, во время конфликта мужчина нанес супруге удар ножом в левое плечо, после чего ушел к соседу. Узнав об этом, товарищ подозреваемого вызвал скорую помощь. К несчастью, женщина умерла по дороге в больницу. За указанным фактом, распочаток криминального проваджения, передбаченный частиною 2 ст. 121, умисленное тяжкое телесное ушкоджение Криминального кодекса Украины. Мужчине грозит 10 лет лишения свободы. Служба безопасности Украины призывает жителей Затоки, Сергеевки, Шаба, Прибрежного и Беленького сохранять спокойствие на время антитеррористических учений. С 17 по 20 апреля на юге Одесской области пройдут совместные отработки подразделений СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ и Госпогранслужбы. Принять закон против живодеров. В Киеве под стенами Комитета Верховной Рады состоялась акция защитников животных. Некоторые пришли со своими домашними питомцами. Какие требования активистов и как могут ужесточить наказание за жестокое обращение с животными? Далее в сюжете. Участники акции выступают за принятие законопроекта номер 6598. Он, в частности, предусматривает усиление уголовной ответственности за живодерство. Минимальным наказанием будет лишение свободы на 2 или 3 года. Всего в законопроекте содержится 9 пунктов, главным из которых является введение моратория на убийство и нанесение увечий бездомным животным. Запрет эвтаназии как метод регулирования численности бездомных животных. То есть нельзя будет отлавливать и в течение недели усыплять животных, как делают сейчас в Харькове, в Луцке, в Одессе и в других городах коммунальные предприятия. Выводятся частично животные барсук, хорек, собаки, коты из притравки. Нельзя будет натравливать одних диких животных на других. Документ также предусматривает запрет на содержание медведей и других хищных зверей в ресторанах, отелях и торговых центрах. Недопустимым станет и использование огня и прочих жестоких методов преддрессировки в цирках. Наказание грозит и тем, кто оставил животное жить на улице. По сравнению с Польшей, ближайших государств, бездомных животных нет. Все с чипами. Ты не выкинешь собаку на улицу, потому что ты за это получишь такой штраф, что как минимум тебе это не понравится. Документ также запрещает коммерческие фотоуслуги и попрошайничество с животными. В ряде морских городов, таких как Одесса, лет, наверное, уже 20 используются животные в качестве фотомоделей. Сейчас, насколько я знаю, в Одессе таких случаев очень мало, но они есть, но очень мало. Но проблема все, что нет прямой нормы запрещающей. То есть, есть такая норма как бы слабая, что нужно показать документы. В нашем законопроекте прямая норма просто запрещающая. Стоишь все, нельзя. Добавим, народные депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении во вторник, 17 апреля. По словам активистов, в документ уже внесли около 65 поправок, а ко второму чтению их будет около 100. Богдан Красавцев, Анна Полякова, Юрий Юрченко, 7 канал. В суде рассмотрят дело против основательницы фирмы по продаже недвижимости. Женщину подозревают в незаконном завладении средствами инвесторов. Об этом сообщили в облпрокуратуре. Следствие установило, вместе с сообщником женщина показывала инвесторам фундамент одного и того же коттеджа, уверяя, что строительство ведется быстрыми темпами. Благодаря такой схеме пострадали 83 человека. Предварительная сумма убытков составляет 20 миллионов гривен. Сейчас подозреваемая находится под стражей, а ее сообщник под домашним арестом. Шесть тысяч растаможенных автомобилей за последние три месяца. Таковы результаты работы проекта «Автомобильный хаб» на территории Евротерминала в Одесском порту. За пять месяцев работы на других украинских таможнях удалось содействовать пропуску почти двух тысяч машин и оформлению растаможки более 11 тысяч автомобилей. В ближайшее время, я думаю, что будет торжественное открытие центра сертификации на автохабе. То есть это даст возможность завершить цикл растаможки от того, как машины приходят в Одесский порт, до того, как они выходят и выходят с легальными номерами. То есть мы решаем тоже проблему, связанную с еврономерами. Напомню, автохаб работает с сентября 2017 года в режиме единого окна. В нем владельцы БУ авто проходят процедуры госрегистрации таможенного и пограничного оформления. Для удобства работает электронная очередь оформления таможенной декларации. Мы их не слышим, но они есть. Одесские активисты провели марш в защиту прав детей «Малыш, я рядом». Цель этой акции привлечь внимание к проблеме насилия в семье. Подробности далее в сюжете. Одесситы прошли марш в поддержку защиты прав детей от памятника Дюку до Дельфинария. По словам организаторов, к проблеме насилия в семье необходимо срочно привлечь внимание. Первый шаг – это марш. Первый шаг – это обратить общественность на то, что это проблема. Дальше мы будем сотрудничать с соцслужбами, со службами по делам детей. Мы будем обсуждать законные проекты, но это уже будет последующее. На данный момент нам надо социальный отклик. У нас были заклеены рты как символ того, что мы сегодня были как дети, которые есть. Они ходят с нашими детьми в школу, они видят нас, взрослых, они просят о помощи, но их никто не слышит, потому что они безмолвны. Как реагировали люди? Я не знаю, как реагировали люди. Мне было тяжело морально пройти весь марш и закончить этот маршрут, потому что я понимаю, что где-то, пока мы идем, ребенок, которого бьют. В конечной точке маршрута каждый участник символично зажег свечу. Каждая зажженная свеча в память о ребенке, который погиб в результате насилия в семье. По словам организаторов, подобные марши проходили в Ровной Житомире. Теперь время Одессы уделить внимание правам детей. Александр Кац, Игорь Казанжи, Седьмой канал. Лучше всего о музее знает его директор. На выходных Александр Ройтбурд провел первую экскурсию и пообщался с гостями художественного музея. Потому что это первая встреча нового директора с публикой, с людьми, которые интересуются музеем и интересуются теми изменениями, которые обязательно произойдут. Александр уже почти месяц как директор музея, и за это время он познакомился ближе с фондами музея. На встречу с директором пришло более 30 человек. Это максимум, который могут вместить залы музея. Однако желающих гораздо больше, поэтому подобные экскурсии планируют провести еще несколько раз. Зал, его называли Екатериниевский зал, его называли зал Левицкого, зал Тропинина. Действительно, главное здесь это Левицкий, это главный притворный художник конца 18-го века. Это вот его огромные Екатерины и гораздо более интимные портреты. В процессе того, как общаюсь с людьми в процессе этих экскурсий, я, может быть, сам иначе смотрю их глазами на музей, и у меня складывается в голове какая-то концепция изменений. Потому что просто так вот взять и поменять – это глупо. Изменения обязательно будут, но историческое ядро останется нетронутым, подчеркнул директор художественного музея. Мы сами творим наш город. Инициативные одесситы провели особый субботник. Около ста супергероев в красных плащах высадили десяток деревьев и собрали мусор на территории парка Шевченко. Подробнее расскажет Александр Кац. Штаб одесских супергероев развернулся возле памятника Шевченко. Здесь выдают плащи, инструменты, перчатки, саженцы и инструктируют. Первым делом посадят молодые деревья. Мы его садим таким образом, чтобы ствол… Вот, видите, вот это правильная посадка. Для того, чтобы он был немножко прикрытый, чтобы получал полив, и чтобы был немножко углублен. Можно закопать? Да. Наши супергерои сделали 10 таких посадок. После отправились собирать мусор. Постараемся немного очистить территорию. Наша планета уже просто утопает в мусоре. И как бы рада, что есть такие сведомые люди, вот как сегодня собрались. Поблагородить наш город, сделать его чище, приятнее для нас самих. Хотелось бы, чтобы это было более массовое, наверное, в нашем городе. Чтобы люди больше откликались на такие вот посылы, заявки. Супергероев искали в Фейсбуке. Инициативных любителей чистоты оказалось больше, чем ожидали. Мне не очень нравится, когда очень грязно в моем любимом родном городе. Вот поэтому пришла такая идея. Ну, как бы идею поддержали другие инициативные одесситы. И за что я им очень благодарен. Вот. И, ну, собственно говоря, мы видим результат уже. Порядка 100 человек пришло. И уже приносит пользу своему городу. Присоединяйтесь. Суперсубботник – это не просто уборка мусора, но и идея, что каждый может менять свой город. Александр Кац, Евгений Ичменцев, 7 канал. На этом пока все. Информационные итоги понедельника мы подведем, как обычно, в 20.00. Далее эфир продолжит проект Live Studio. Говорить будем о геополитике. Противостояние США и РФ выходит на новый уровень. Чем это может обернуться для Украины? Смотрите далее. Будет интересно. Увидимся.